МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отдел ГИБДД сообщает, с 25 ноября по 2 декабря на территории Угличского района зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия. Четыре человека получили телесные повреждения разной степени тяжести. 27 ноября на улице Северная неустановленный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на припаркованный автомобиль Hyundai Greta. Очевидцев данного происшествия отдел ГИБДД просит позвонить по телефону 225-22-239-00. 28 ноября на автодороге Ярославль Углич водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением, совершил съезд в Кювет. 30 ноября на улице Кирова неустановленный водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением, совершил наезд на электрическую опору. Очевидцев данного происшествия отдел ГИБДД просит позвонить по телефону 225-22-239-00. 1 декабря на улице Пролетарская неустановленный водитель неустановленного автомобиля не предоставил преимущества в движении автомобилю Peugeot 308. Последний, уходя от столкновения, совершил съезд в Кювет и наезд на дерево. Очевидцев данного происшествия отдел ГИБДД просит позвонить по телефону 225-22-239-00. 2 декабря на перекрестке улиц Ленина-Луначарского произошло столкновение автомобилей Nissan Pathfinder и Niva Chevrolet. Водитель и пассажир автомобиля Niva Chevrolet получили телесные повреждения. Очевидцев данного происшествия отдел ГИБДД просит позвонить по телефону 225-22-239-00. За истекший период за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 133 участника дорожного движения. Из них 4 водителя за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. К двум избрана мера наказания в виде административного ареста. По двум принято решение о возбуждении уголовных дел по статье 264 Прим. 1 УК РФ. Отдел надзорной деятельности информирует. С 19 ноября по 3 декабря в Угличском районе зарегистрировано 5 пожаров. Погибших и пострадавших нет. 19 ноября поступило сообщение о пожарестроении бани в деревне Ненорово. Огнем уничтожена внутренняя отделка, потолочные перекрытия, имущество, повреждена крыша. Причина пожара – неисправность печного отопления. 22 ноября поступило сообщение о пожаре в садоводческом товариществе «Южный». Огнем уничтожен садовый дом. Причина пожара – поджог. 26 ноября поступило сообщение о пожаре нежилого дома в деревне Терютино. Огнем уничтожено строение нежилого дома. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. 2 декабря поступило сообщение о пожаре на улице Кирова города Углича. Огнем повреждены автомобили Mercedes-Benz и Kia. Причина пожара – поджог. 2 декабря поступило сообщение о горении мусорного контейнера по улице Сиреневая, села Золоторучье. Причина пожара устанавливается. В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода особое внимание следует обратить на соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и электрооборудования. Перед началом отопительного сезона дымоход и печь должны быть очищены от сажи. В дальнейшем это необходимо повторять не реже, чем раз в три месяца. Кроме этого, до холодов печь и дымоход обязательно следует отремонтировать и побелить. Белят печь для того, чтобы вовремя заметить щель или трещину. Несправные печи и другие отопительные приборы, в том числе электрические, к эксплуатации не допускаются. Категорически запрещается использование в электрощитках самодельных плавких вставок, жучков. Опасен перегруз электросетей из-за включенных в одну розетку нескольких мощных обогревателей и приборов. Берегите себя и своих близких. В случае пожара звоните в службу спасения по телефону 01-2021 или 112 и 101 с любого мобильного телефона. Субтитры создавал DimaTorzok